О боже мой, надо спасать ТГР от засилия аниме! Полгода, полгода захотелось побыть в депрессии, поплакать, и всё, и в итоге аниме захватила мир! Канал ТГР, о боже мой, надо что-то делать! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами я, Гремлин Серж, и вроде меня отпустило под Новый Год, начались морозы, и всё хорошо! И я постараюсь делать больше никому ненужного контента, чем последние полгода! Да, да, знаете, сейчас заходишь на ТГР и такой, о боже мой, опять аниме, опять аниме! Надо что-то делать! Ещё этот дурак у вас есть, который вот, Зельду проходит, он не пробовал играть игры нового тысячелетия, нашего, а то всё в старьё играет! Поэтому я самый, не гетеросексуальный гетеросексуал, буду наводить порядок на ТГР, и немножечко пытаться выселить эту всю вашу аниму! И поэтому я взял самую тестостероновую игру, которую мог только взять, это Шрек 2 2003 года! Что я могу вам сказать, понимаете? Вы сейчас смеётесь, вы сейчас такие крутите пальцем у виска, Шрек 2! Игре уже скоро 20 лет будет, мультику ещё больше! Зачем тебе это? На что я вам скажу, ребята, ребята, ребята? Так уж получилось, что для меня это очень значимая игра, независимо от того, какого она качества! Почему она для меня самая значимая? Потому что это чуть ли не первая компьютерная игра, как минимум! Вот сейчас мне 25, на что я могу сказать, да, но она у меня в памяти именно осела, как первая компьютерная игра, которую я увидел! Хотя нет, возможно, возможно я видел и до неё ещё игры, но именно играл, и именно прошёл, я её самый первый! Это были ещё в те времена, когда у меня не было компьютера дома, я не имел доступа ко всему этому засилью игр, и в принципе тогда не сильно-то играл, я тогда был высокоинтеллектуальным школьничком и читал книги, а точнее Гарри Поттера, ну да ладно! Так вот, и я ездил в гости, да, к своим родственникам, к своему брату двоюродному, или троюродному, неважно! И у них был компьютер, и вот он нам показывал всякие компьютерные игры, и одно из первых он нам показал Шрека второго, и даже дал поиграть! Это было сложно в те времена, знаете, прям сложно! Но мы играли и проходили, и поэтому для меня это очень-очень важная игра! Играя я в зашакаленном качестве... Потому что по-другому не бывает, потому что это гремлин, потому что это король фпса! Но не столь важно! Самое что забавное, понимаете, я носил идею записать эту игру чуть ли не с самого начала своей деятельности! Четыре года назад, когда я только начинал делать видеоролики, и немножечко стал переползать с ретро в более компьютерные игры, да, в более современные, Я все время носил себе в голове мысль о том, что нужно записать эту культовую для себя игрушку! Но, вот забавная ситуация, на Windows 8 она не запускалась, на Windows 10 она запускается, на Windows 8 она не хотела никак запускаться! Аж самое что главное, другая игрушка! Тут стоит сразу, да, отметить, что, понимаете, откуда у меня такой первоклассно отвратительный вкус на компьютерные игры! В свое время я переиграл херову тучу всякого дерьма! В том числе игры по лицензиям! Не знаю, так сложилось, что по многим мультфильмам, да, моего детства, я играл в игры! Я не специально их искал, но просто так получалось! Шрек 2, сезон охоты, лесную братву я играл, рога и копыта, рога и копыта, кстати, я записывал! Классная игрушка, жалко, что у меня с ней возникли проблемы, нудновато получилось прохождение, но да ладно, что было, то и было! И так далее, и все это вот дало определенные плоды! Так что, Шрек 2 420p, да, разрешение, я вообще играю в оконном режиме, и я вообще не могу гарантировать того, что... Я смогу ее пройти, потому что может пойти все, что угодно Вступительные команды, которые разрабатывали эту игру, ну знаете, как это обычно бывает У меня, например, не записываются У меня Бандикам не хочет старые игры записывать В не оконном режиме, да, именно захват игры Странно, странно, я из-за этого был дурз... Все, 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 надо начинать игру Создаем новую игру и начинаем Давным-давно в одном королевстве жил добрый огар и принцесса Однажды они встретились и сразу полюбили другую игру Воу-воу, погоди, это Алистер О, Алистер, что это имя? Тяжелое у тебя было детство? Я хочу рассказать одну историю Да не все так было, жил-был огар принцессы и милейший, крутейший и гордый... Осел Прошу прощения, я совершенно забыл Ну вот, они встретились и полюбили друг друга С ослом Некоторые люди хотели разлучить влюбленных А любовь, это страшная сила Когда они поженились, а свадьба была роскошной, они отправились в медовый месяц Их возвращение домой покорно ждал преданный друг Постоянный компаньон и верный осел Так, так Я думаю, все прекрасно помнят этот мультик Так уж получилось, что Шрек реально стал культовым персонажем Осел, мы уже дома Че так быстро? Что тут происходит? В ужасной графоне происходит Что тут происходит? Что, что, я расскажу тебе, что тут такое происходит, что... Началась охота за волшебными созданиями Ты только посмотри, сорвет от посты Шрек Надо защитить наших друзей Кстати, это еще не все Посмотри сюда, эти монетки парят в воздухе Наша задача собрать как можно больше денег Они нам пригодятся Эти монеты находятся везде, некоторые спрятаны в ящиках Смотри сюда Разбежался, прыгнул Ух, и ты уже летишь А вот энергетические батончики Откуда это все взялось? На вкус, конечно, не очень, зато здорово восстанавливают энергию Один батончик восстанавливает всю энергию Просто красота Ух, я так возбужден Ну еще мы отправляемся в далеко-далек... У нас что, я пропустил много Свадебный балл, приглашения пришли, пока тебе не было Разве я не сказал, виноват? Но мы не можем уйти, пока не избавимся от всего этого Так что вперед, надо действовать Время уходит, нас ждет свадебный балл Пошли О, ладно, мне надо собираться Ох, и еще одно ОСЕЛ Разве я не могу справиться со всем этим? Что это? Вперед, Шрекни Не зарывайся в детали Ты должен сорвать этот плакат И собрать все деньги на своем пути Ну, да ладно Начинается у нас игра В принципе, в принципе А, я же забыл же Здесь прыжок на... Правую кнопку мыши Хорошо Ну что? Официально Официально я могу сказать вам Пошли все с моего болота Так Ооо, игра в охранном режиме На мышке Как же это замечательно Почему у меня не работает прыжок Работает Все, надо привык... Надо просто привыкнуть Надо просто привыкнуть Или вообще переназначить Клавиши полностью на клавиатуру Чтобы не беспокоить Свой оконный режим Я думаю, все прекрасно помнят этот мультфильм Первый Шрек, конечно же Классный Бесспорно, как говорится Он, да, он и бесспорно классный Но В чем фишка Почему-то Второй Шрек Больший След оставил Все именно с него Начали форсить Все вот эти вот Коты Пинокки Вот эти вот все прикольчики Именно со второй части Первая Не так сильно Запомнилась Но это было начало Все-таки надо Переназначить управление Так Прыжок Дайте Ладно Знаете, что забавно? Эта игра абсолютно не видит пробела Почему-то Возможно, потому что На ней вот это меню Про которое мы с вами поговорим Потом Да, 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 да Если видишь высокий уступ Беги к нему Все это мы проходили Я На Гарри Поттере вырос Ну ладно Вроде пока что Мышка Не сильно мне мешает Сказал я И она Устроила мне Знаете, что еще я могу вам сказать? Вы должны сказать спасибо Потому что вы все это смотрите Еще с хорошим переводом Потому что чаще всего Такие вот игры По лицензиям Никому не нужны Еще в те времена Когда они выходили Ладно У меня Вот эта вот АВГНщина Очень Отвратительное место АВГНщина Очень сильно застряла Игры по лицензиям На самом деле Это Не всегда плохо И тогда Когда вы на высоте По лицензии Кликай на правом По лицензии Ты увидишь Это легко Когда вы получите Эй С немножечко практики Ты будешь Добро плачать В никакой времени Ну понимаете Понимаете Термин Игра по лицензии Это Опять же Нам все От ВГНа Досталось Многие игры По лицензиям Но не всегда По мультфильму То есть Как Игра По мотивам Определенной Продукции Это одно А игра По лицензии Как вы понимаете Здесь же Двойной прыжок Есть Сделай пожалуйста Двойной прыжок Но это Самое Отвратительное Место в игре В обучении В самом начале Это самое Отвратительное Место в игре Так вот Может Хватит Мне уже Хорошо А здесь Почему ты Не хочешь Прыгать Ладно Так Я делаю Странную Вещь Я Переназначил На Е И Кью Прыжок И атаку Получается Но продолжу Свои Заикательные Телеги Вот И чаще Всего Плохое Отношение У нас К играм По Мотивам То есть Такая Сопутствующая Продукция Потому что Термин Игра По лицензии Ну вы поняли Да То есть Если я беру Какого-то героя И делаю По ней игру Это я делаю Игру по лицензии Я не создаю Тайтл Но Не всегда Она Сопутствующая Да прыгай Жи мразь Жирная Понимаете Вот 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 так Вот В принципе И игралось В детстве Самое Что забавное Вот Именно Так Все это И игралось Так Вот Я Исходя Из своего Личного Опыта Могу Сказать Что На самом Деле Игры По мотивам Чего-то Там Мне Всегда Нравились Я Вам Я достаточно Много Всего Переиграл В этом Плане Это я Еще О Двойной Прыжок Все-таки Сработал Да Окей Просто Спамишь Кнопку Чаще Чем Ты хотел Час Час Сработал Вот Эго Вспомнить Всех Гарри Поттеров Понимаете Это вот Все игры В одной Стилистике Что самое Главное Но вы Сами Видите Да Что Автоподтягивание И так Далее Все Это Один Движок И так Далее Так Вот Сезон Охоты Забавная Игрушка Лесная Братва Так Там Вообще Крышесносно Для тех Кто Смотрел Мультфильм И примерно Представляет Да Что из себя Она Представляет То я могу Вам сказать Там Большая часть Игры Не по Мотиву Мультфильму А как бы Продолжение Там есть Конечно же Определенные Элементы Но там Начало Вступления Как бы Сам Контекст Первые Пару Уровней Потом Полностью Новый Контент Полностью Новый Контент Хоть Он И Медитативный И Одинаковый Но Все равно И только Конец Там Что-то Новое Точнее Все Я Запутался Не Что-то Новое А Продолжение Ну Вот Даже Текстурки Ну Все То Самое Понимаете Я вот Как поклонник Игра про Гарри Поттера Я понимаю Что это То Самое Только По Шреку Что-то Я 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 Они дадут тебе повышение здоровья! Окей, капитан. Хорошо, это нас перебрасывает, а эти листочки куда нас ведут? Так вот, все эти игры, ясный хрен, они выходят для того, чтобы собрать лишние денюжки на детишках, на... ...поклонниках и так далее. Но я в этом никогда ничего плохого не видел. Эй, Рой, ты сейфферия. Если ты видишь меня лететь, прыгай к мне, и это будет спасать тебя. Действительно, СПАК, ты сказал, что ты делаешь. Теперь все управление на все. Шрек, я тебя тут вообще-то защищаю, защищая игры по мотивам. И ты мне вот такую, да, подлянку устраиваешь? Понимаешь, вся моя защита начинает ломаться из-за тебя. Прыгай, сука, просто прыгай, жирная мразь. Я могу его называть жирный мразец, так как сам является жирным. Да дайте мне сохраниться, пожалуйста. Что ты говоришь? Двойной прыжок нужно было использовать, пацаны, понимаете? Двойной прыжок. Ладно, а что же тогда у нас здесь за куточек такой? О, смотри! Эти прыжки пачки не грустные. Эти прыжки не грустные, если ты слишком близко. Вот. Если тебе что-то реально нравится, то почему ты не имеешь возможности, да, взять как-то, увеличить экспириенс. И поиграть в что-то. Да, оно сделано быстро, грубо говоря, на этой валии. Так, а там... А, я думал, там что-то интересное, нет? Прыгай через эти прыжки, чтобы получить эту четырехлевую куточку. Обычно, ты должен ходить вокруг секретных областей, чтобы их найти. И они не легко найти. Но, когда ты делаешь, они увеличивают твою здоровье. Так, пойдем дальше! Окей, это у нас увеличение хп-шечки. А, мы тут были, да? Были. Теперь у нас здоровьишка немножечко больше. А вот и тот самый аппарат. Это ФГМ-драйв-тру, где они продают магические потенциальные и так далее. Они появлялись везде. Ты видел эти коммерсиалы, да? К сожалению, почему-то видео не показывают. Возможно, это проблемки того, что я играю в Акни. Да, потому что вступительные конторы, которые эту игру делали, у меня тоже не отображались, когда я их впервые играл. Печально, потому что там забавный ролик такой вышел. Грустно, грустно, грустно. Так. Вот у нас зелюшки. Все их мы можем использовать, но скажу вам честно, все это бессмысленно. Потому что ничего ты... То есть, все эти вещи, они здесь больше как фан-сервис, как развлечение для детишек. Вот. Это снадобие сделает вас могучим. Превращ... А, превратите все не столько в принца, а в жабу. Это снадобие делает вас невидимым. Ладно, вот это еще более или менее ладушки. Ну, то есть, все это должно, по идее, нам упростить игру. Но, скажу вам честно, даже в детстве, когда эта игрушка казалась немного сложнее, Ты этими зелиями практически никогда не пользуешься. Что приводит нас к тому, что... Сбор монет становится бессмысленным. Я понял, что читать мне очень сложно в окне, но так быстро, еще и... За кадром они трынят сложно. Хорошо, хорошо. Наша цель пройдена. И... Ты сделал, Шрек. Все вернуло до нормы. Кто отдал машину? Я не буду его tipать. Я не буду. Но, далеко, далеко, далеко. Так, очень далеко. Все готово и готово. 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 Не волнуйся. Они любят меня. Да, Шрек, они любят тебя. Я люблю тебя. Что там нет? Ух, мы идем на обучение. Мы идем наобучение. Что может быть более весело, чем ходить на очень-очень-очень ловушку с моей? Ээээ... Эээ... Рудканал... Эээ... У меня трасть, свои волосы одна за одна. И вот ты? Что таки теперь? Я был просто милый. Серьезно, но сейчас... Ты думаешь, что мы должны начать бэн? Эй, это напоминает меня, кто привезли Огю? Шрек, это не может не реветь от амбуша? В самом деле, это может быть я, что-то из-за праздничного имитация меня. Извините. Да, извините, Шрек. Эй, смотри! Эй, смотри! Эй, смотри! Эй, смотри! Я пойду. Шрек, пожалуйста, не везут вон. Вы слышали, что она сказала. Что-то-то... что-то-то амбуш. Расслабь, донки. Я огурец. Которая, ты знал, что это не было четыре-лега, который может привезли все наше бэн? Шрек, пройдем и найдем твой рел, и бегом! И не в порядке, деревья падают все время. Он будет хорошо. Пандат? Шрек, дай мне помогать. Нет, пожалуйста, не оставь меня! Я действительно люблю тебя, но я не люблю тебя, но я не люблю тебя, как всегда. И у нас... начались всякие филлеры. Ну и... М-м-м! Обожаю играть в окне. Эй, они уходят твои деньги! Дай им что-то, иди обратно! Кликай на левую кнопку дважды, чтобы сделать дубль панч. Левую кнопку дважды. Давай, Шрек! Иди сюда! Вот один для тебя! Что я ищу, спросите вы? Я ищу плакаты. То есть, тут есть... Осел, ты хоть когда-нибудь затыкаешься? Вообще-то я здесь, вот, сплеер, понимаешь? Так вот. Я что-то скипнул, да? Да? Попробуй им, Шрек! Давай, Шрек! Ладно, пускай они пока играют. Я что-то... А, вот он. Вот забавно, да? Хотел вам показать постеры. Вот. Здесь есть определенный коллекционный интерес собрать все... постеры. Я играл в эту игру много раз. И в первый раз, и в последующие моменты. Но постеры собрать мне никогда не удавалось. Как я понимаю, постеры есть в каждом уровне. Так что давайте, может быть, я хотя бы к 25 годам смогу это сделать. Почему они все не затыкаются? Я хочу побегать в лесу. Опа! И не зря. Опа! Игра вознаграждает меня. Игра вознаграждает меня. Игра вознаграждает меня за... Возможность... Игра вознаграждает меня за... Игра вознаграждает меня за... Держи их за нашу любви, дорогая! Это все очень просто. Я должен их всех так вот выжить. я его не выбил мне нравится саундтреки в таких игр знаете они забавные они все забавные вот музыка вот это вот прям в чем не еще есть интерес к этим играм понимаете как я уже начинал поднимать этот вопрос блин пацаны у вас наверно за четыре года сложилось такое мнение что я и вправду страдаю шизофазии какой-то ну что дать 4 года и ты начинал такой греблин вы что ты завел канал на ютубе и записываешь видео для того чтобы научиться разговаривать а прошло четыре года ты записал больше тысячи видео разговариваешь все равно словно страдаешь шизофазией на что я вам скажу да пацаны так оно и есть что это такое так вот пока осел еще молчит скажу понимаете да понятное дело что такие игры это в основном желание боссов во всяких офисах заработать лишние шекели на продукции которую они выпустили но ведь были люди которые этим занимались разрабатывали продумывали и так вот кто-то же вот это все до продумал программирует работал над этим и с какой-то стороны сразу же понимаете приходит мысль в голову а может эти ребята которые это все делали и вправду были чтобы они просто они работали да в каком-нибудь файл фишер И вдруг, появилась богоматерь. Громко сказано. Сверху. Где все? Не за пять лет. Это будет круто. Но где они все? Я не уверен. Крик сказал, встретить его на какие-то деревья. О, конечно, деревья. Ну, это должно быть легко. Только около 4 миллионов деревьев в лесу. В факте, я даже не могу видеть лесу для всех этих деревьев. Я не знаю, он может быть здесь где-то. Вы мне кажется, что он будет виноват. О, что было? Донкей, я серьезно не думаю, что там ничего страшного в этом лесу. Огер? Огер? О, что-то! О, что-то. О, кто-то там? Я знаю, что-то там я видел. О, что-то там. О, что-то там. О, что-то, что-то там. Я пойду, что-то там. И я пойду с тобой. И если ты видишь корня, скажи ему, я буду прямо там. Окей, но не дай долго. Я не хочу, чтобы тебя страшно, без меня. Я просто продолжу идти. Сейчас. Дальше и дальше в этом темном, скрипом. Орестом. 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 Все-таки покажу каждая зельюшка. Одно. 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 И 35. Я могу себе позволить купить только вот это. Хорошо. Понимаете, в чем еще вся фишка? Эти зелья делают всякий разный эффект. Вот, например, вот у нас есть осел. А, я, да, не нажал подтвердить. Хорошо, поехали. Хоп. 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 И хоп. Хорошо. Счет. Так вот. Вот есть осел. Мы нажимаем пробел. Вот есть у нас зельюшка. Мы нажимаем использовать. Хотя это можно делать на цифры, как вы понимаете. Девять зелий. Девять кнопок. Все. Используем. И вот он пьет это зелье. И бац, у него на голове надевается шапочка. А, осел уже вот так сажается, и он становится, типа, сильнее. У Шрека по-другому. У каждого персонажа, за которого мы здесь играем, вот эти эффекты. Я понимаю, что сейчас... Я зря это сейчас выкл, но я вам демонстрирую. Понимаете? Вот это вот единственное удовольствие от этих зелий. Посмотреть, как и что будет происходить. Так вот. У нас тут есть грибы. Которые взрываются. Я их могу... Да, я могу их обойти вот таким вот способом. Хорошо. Хорошо, я вас понял. Так. Ну вот же. Вылийте, ребятка. Пришли боссы из Activision и DreamWorks и такие. У нас готовится мультфильм. У нас готовится мультфильм. Вернее, любая мультфильм. Я думаю, что я буду идти туда, и бросить эту ручку. Постой или нет. Один человек не похож на донке, с черным боссом, и подняться. окей перед нами стоит задача подняться вон туда осел плохо поднимает голову и и и сбить веревку так вот играет у нас готовится мультфильм вы должны сделать нам маку баку игру что от меня хотят вот что от меня хотят но почему я прыгнул плохо так все это смешно забавно но я не долетаю неужели двойной прыжок да ладно вам это не смешно давай чуть-чуть 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 было осел осел мне скоро серию заканчивать давай мы пройдем этот уровень и он не летит у меня почему-то вот я становлюсь на самый краешек я вот приметился и полетел окей да и вот же босс эти берут и говорят сделай нам сделайте нам игру по нашему мультфильму и виджи реально ребята он наверно год сидели до делали все это продумывали чё как я не знаю зачем меня заставляет это делать если я бы все она были не сильно повредился бы спрыгнув так плакаты 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 здесь плакат вроде бы где-то вот тут так может быть самое время использовать какое-нибудь зелье вот только для чего мне все это если я не могу их никак сбить но вот забавно ха-ха мы превратили врагов в лягушек давайте их взорвем чертовой мультфильм ну и в себя а все-таки взорвали мы лягушку жестокие мы конечно ну такие вот хихонькие эти зелюшки проворачиваем возможно возможно будь эта игра сложной небольшой это все можно было бы использовать в тактике да как-то пробираться но блин это игру игра для детей по шреку какая тактика вы о чем вообще а вон все видел я плакат давайте вот это вот деревенщину отправим на тот свет вот он этот плакат хорошо три уровня три плаката вот это вот а как а а а а а а точно собрав 3 плаката мы попадаем в бонус уровень с монетками О боже мой, я помню эту дрянь Это отвратительно Ах, монетки всрал Все, ладно, ладно, ладно В дом меня, да, не пустят Не пустят в дом, хорошо Время тикает, монетки капают Все хорошо Я майнер, я сел майнер Я, 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 я Я б срифмовал же Я ж тут же рэпер, елки-палки Ну да ладно Не будем опускаться до такого уровня В детской игре Так, все, началось Самое жесткое Как вы можете понять Ослом это отвратительно Осел имеет немного другой Хитбокс Ужас Это детский платформер И в этой игре В не такой большой На самом деле Хуже всего Выполнен именно платформинг Но опять же Это можно Списать на то, что Система Стоять Что я вам могу сказать Чем мне Нравится Все это То, что бонус уровень Он один И В следующий раз Когда мы сюда попадем Вот эти все монетки Будут уже собраны Будут уже собраны И тогда мне просто Не придется Тратить Времени На Сбор монет Внизу И я сразу же Просто сюда Пойду И возможно Возможно Я сюда попаду Другим персонажем Да боже мой Ну все Время закончилось Мне даже Стараться смысла Я не вижу Окей 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 Уровень Мы на этом Еще не прошли Я думал Че мне так много Сохраняет-то Я просто Плакат взял Давайте Пройдем Уровень До конца С вами Я не люблю Натур Натур И Докси Не Докси Ого Что это было? Хилки Много Хилок И вот же Понимаете Были Художники Которые Все это Рисовали Сценаристы Пытались Сделать Игру Из Сценария Мультфильма А Скажу вам Сразу Я немножечко В этом Занимался И что я вам Могу сказать Сценарий По Фильму Например По книге Не важно Почему Это Одно Написать Это Одна Сложность А Сделать Игру По Сценарию Это Совсем Другое То есть Понимаете Ты Не можешь Многие Вещи Которые Прекрасно Вы Работали Туда Монетка Моя Упала Или Не Упала Многие Моменты В том Самом Мультфильме Вроде Б Ты Такой Думаешь Блин Блин Да Там Каждый Кадр Можно Было Чтобы сделать Игрой И так Далее Того Подобного Но Нет На самом Деле Нет Почему Многое Чего Пропускается Сейчас Многие Сцены Да Целые Эпизоды Из мультфильма Пропускаются И Появляется Куча Новых Почему Мы Где-то Здесь Бродим Для Чего Зачем И так Далее А Потому Что Сложно Сценарий Изначально Созданный Не Для Игры Сделать Игрой Это Нужно Иметь Определенные Умения Ладно Я могу Быть Спокойным В этом Уровне Я Плакат Нашел Я рад Что У вас Салюты Праздники И все Того Подобное И Я Уже Могу Начать С вами Прощаться Потому Что Сейчас Будет Новый Уровень Где Выход Где Выход Главное 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 Спасибо большое за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, хоть я не знаю, зачем на него вам сейчас подписываться, если грядут большие перемены. Так что, так что так, на мой канал заходите, он будет пустым, наверное, когда это выйдет. Нет, не будет еще, ну да ладно. Подписывайтесь на ТГР, ставьте лайки, все-все-все-все-все. А я вам говорю ПОКЕДА!